Всем привет! Меня зовут Алла, я диетолог проекта Workout, и сегодня мы с вами поговорим о том, как любимая для многих привычка есть творог на поздний ужин, либо выпивать стакан кефира перед сном, мешает вам похудеть. Давайте не будем терять время и разберемся, в чем же причина. Все знают, что углеводная еда вызывает высокий уровень глюкозы, и, соответственно, повышается уровень такого гормона, как инсулин, задача которого – снизить высокий уровень сахара в крови. Но вечером высокий уровень инсулина играет с нашим процессом похудения очень злую шутку, а связано это с еще одним гормоном – соматотропином. Его же называют еще гормон роста. Он мобилизирует жиры из ДПО и заставляет наш организм использовать для своих энергетических затрат во сне именно их, а не привычную глюкозу. Но проблема в том, что соматотропин не выделяется при высоком уровне инсулина. Это одна из причин, почему нельзя есть углеводы перед сном. Действие гормона роста в этом случае просто блокируется. Выделение соматотропины имеет четкий ритмический характер в течение суток, и пик его выделения приходится на раннюю фазу сна. Это значит, что если вы ложитесь спать поздно и сразу проваливаетесь в глубокий сон, плюс ужинаете неправильно, то вы лишаете себе возможности худеть во сне. Вы спросите, так при чем же тут молочные продукты? Это же в принципе белковые, а не углеводные. Оказывается, что вся молочная продукция, за исключением сыра, имеет высокий инсулиновый индекс, то есть провоцирует высокий выброс инсулина в кровь. А сывороточный протеин, то есть молочный белок, вызывает самый сильный инсулиновый ответ по сравнению с другими животными белками. Молочные продукты делают уровень инсулина выше, чем можно было бы предполагать по имеющимся в них углеводам. Так, у молока гликемический индекс 30, невысокий, но вот зато инсулиновый индекс 90, очень высокий. И это неспроста, ведь инсулин стимулирует рост массы тела, поэтому способность молока его увеличивать ускоряет рост детей. Так что же тогда есть на поздний ужин, спросите вы? На самом деле вариантов не так-то и много. Спасательным кругом в этой ситуации для вас являются овощи и зелень. Они имеют низкий гликемический и инсулиновый индекс. Исключение, такие приготовленные овощи, как картофель, морковь, свекла и тыква. Но не переживайте, добавок овоща можно съесть также легкие белковые продукты, например, такие как яйца, филе птицы или нежирную рыбу. Пожалуй, это и есть весь список безопасных продуктов на ночь. Поэтому, если вы следите за своей фигурой и своим здоровьем, я рекомендую брать с вечера молочные продукты и углеводы. И самое важное, помните главное правило похудения. Тратить калорий больше, чем их употреблять. Будьте здоровы и будьте в форме. Пока-пока!